Ребята, привет! Катя на связи, и сегодня у нас рубрика книжные трейлеры. Да-да, не смотрите так, я знаю, что это очень древняя книга, но я тут в отпуске наводила порядок на своей книжной полке, нашла её, в сотый раз её перечитала, и что вы думаете, опять подчеркнула что-то новое. Мне кажется, я каждый раз, когда я перечитываю, подчеркиваю что-то из неё новое, и в этот раз я утащила три пункта в свою копилку украденного, и хочу с вами поделиться этими тремя инсайтами, вдруг они будут вам полезны. Ну, а для начала давайте немножко расскажу об этой книге. Вышла она в 2012 году, 7 лет тому назад, называется «Цельная жизнь», и уже 7 лет живёт у меня на книжной полке. Читала я её уже, как говорила вам, сотню её раз, безумно она мне понравилась, и что самое удивительное, именно с этой книги началось моё знакомство с создательством Анн Иванов Фербер, это знакомство, которое переросло в дружбу и потом в любовь. Сейчас я не представляю свою жизнь без этого издательства, безумно его люблю, радуюсь каждым новинкам, которые появляются у меня на книжной полке. Что касается непосредственно содержания книги. Как название уже обозначено «Цельная жизнь», книга посвящена цели. Я бы сказала так, что если вы вдруг проснулись сегодня, и поняли, что в вашей жизни не хватает цели, и вот надо бы что-то изменить, а что изменить вы не понимаете, идите купить эту книгу, либо найдите её в магазинах «Старкниги», либо в библиотеке. Преимущество этой книги в том, что она сделана как учебник. Там 11 глав, каждая глава, правда, называется «Стратегии», и в каждой главе авторы предлагают бороться с каким-то определённым аспектом вашей жизни, по шагам направляя вас от бесцельной жизни к цельной жизни, помогая вам вначале найти свою цель, сформулировать её, сформировать, и потом постепенно шаг на шагом двигаться. И что очень здорово, что каждая глава, она вот не просто там теоретическая часть, как всегда, вдохновение, мотивация, делать надо вот так, вот так не надо же делать. В конце каждой главы есть руководство к действию, непосредственно домашнее задание, как я очень люблю, где по шагам расписано, вот вы прочитали главу, допустим, главу о вредных привычках, и готовы бороться с вредными привычками. Что вам делать дальше? Всё просто, открываете руководство к действию, авторы выдают вам целый список примеров вредных привычек, если вы не можете найти у себя ни одну из них, то можете выбрать из этого списка. И дальше шаги к действию. Три пункта, три действия, как вы должны заменить эту вредную привычку на положительную привычку. И что самое здорово, что ещё каждого такого руководства действия, они ещё дают пример его заполнения. То есть почти в каждой главе есть пример уже выполненного домашнего задания, выполнено оно авторами. Не знаю, насколько честно и искренне, но, по крайней мере, у вас есть экземпляр, можно посмотреть, как предполагается выполнять это домашнее задание, потом идти и выполнять. И в своё время эта книга изменила круто мою жизнь, что, прочитав её и выполнив все домашние задания, я так постепенно и от пробуждения добралась к текущему такому осознанному состоянию, которому я безумно рада. Вот. Это что касается книги. Теперь, что касается моих трёх инсайтов. Как я уже не раз повторяла в этом видео, повторю ещё раз, читала её сто раз, каждый раз уносила что-то новое, и в этот раз, опять же, не смогла пройти мимо три штуки, которые мне понравились. Первый пункт я встретила в первой главе этой книги, «Как бороться с редными привычками». И мне почему-то вот именно в этот раз зацепило слово «выбор», которое авторы употребили в контексте вредных привычек. Как вы помните, на прошлой неделе в эксперименте «Одна привычка в неделю» была привычка бороться с нерешительностью. Что нерешительность – это наше принимаемое решение, нам тяжело сделать выбор, выбрать одно либо другое. Видно, поэтому вот такой вот крючок у меня сработал, и прочитав главу о «Вредной привычке», я посмотрела на борьбу с вредных привычек и замену их на положительных со стороны выбора. Вот все мы знаем, что успешные люди обладают целым набором успешных привычек. Тем больше успешных привычек, тем вы более успешны. Хотите изменить свою жизнь – заменяем вредные привычки на успешные. И тут пробуждается такой человек и понимает, что да, он не очень успешный, надо ему стать успешным. И начинает перечислять свои привычки. А привычки – это вредные уже. Они со стажем, они же не только вот у него появились, а им уже сколько лет, они уже просто вросли в него. Он уже не представляет свою жизнь без них. И сбросить вот так вот в один день вот этот багаж старых чемоданов и загрузить новых – мне кажется, это практически невозможно. Это безумный стресс для организма. И потому человеку на старте, вот именно на самом старте, очень тяжело начать бороться. Потому что он понимает, вот привычка курить у меня уже со мной 10 лет. То есть ей уже 10 лет, а тут новая привычка. А новая привычка только 2 дня. Как 10 лет против 2 дней? Понятно, кто выигрывает. Это одна сторона. Но вот в контексте нерешительности слова «выбор» у меня вдруг сработал такой сигнал, такой звон. А что если перестать смотреть на борьбу вредных привычек и замену их на положительные вот что-то такое сложное военное действие, где там опыт многолетний против молодости фактически борются. А вести всё это к слову «выбор». В каждый момент времени, ведь у нас есть выбор, что делать. Выкурить сигарету или нет? Почитать книгу или посмотреть телевизор. Если отбросить все эти привычки, отбросить все эти ярлыки, и в каждый момент времени концентрируется только на выборе. Вот в данный момент времени, что вы хотите делать? Неважно, есть у вас привычка, нет привычки. Можете вы похвастаться, либо наоборот огорчиться. Просто забыли о существовании привычек, есть выбор и что вы выбираете. И вот в этом ключе борьба с средними привычками смотрит совсем иначе. То есть она у меня перестала в голове представляться таким масштабным, каким-то хаотическим военными действиями кораблей, ракеты, пехота, а свелось всё к одному такому камушку, который лежит на дороге. И вы либо перешагиваете через этот камушек, либо нет. Второй инсайт – это стратегия BeAlert. Почему-то я до этого сколько раз не перечитывала книгу, каждый раз мимо неё проходила, а в этот раз она меня так увлекла, что я её перенесла в текущий свой недельный разворот и думаю, что буду все последующие майские недели применять. Что это такое? Как прожить свой день максимально осознанно и полезно? Авторы книги сводят это всё к аббревиатуре BeAlert. Рисуете табличку. В каждом дне недели есть шесть ячеек. В каждой чайке есть соответствующее слово из этого акронима – B-A-L-E-R-T. За каждой буквой прячется конкретное слово – термин, а за этим термином прячется то действие, которое вы должны выполнить в этом дне. И что говорят авторы? Что если вы каждый день будете выполнять все шесть пунктов, вот проходить целиком систему BeAlert с начала до конца, то вы будете проживать максимально осознанно и полезный свой день. Что это за акроним, как он расшифруется? B – это составление плана, blueprint по-английски. То есть на каждый день у вас должен быть план на день, либо сформированный с вечера, либо сделанный прямо сегодня утро. Следующая буква – это A – action, действие. Подразумевает, что если у вас есть план, отлично, теперь нужно по плану что-то сделать. И обязательно к вечеру должно быть чувство, что вы продвинулись ещё на один шаг к своей цели, выполнили какое-то действие. L – learning – всё просто, обучение. Не забываем каждый день учиться чему-нибудь новому. Тренинги, курсы, аудиокниги, просто книги, что-то, что будет вас ещё больше пушить в направлении вашей цели. E – exercise – физические упражнения. После умственного труда следует взбодрить тело, чтобы кровь быстрее циркулировала по венам. R – это relax, отдых. Мы поработали, взбодрились физически, пора отдохнуть и перезарядить батарейки, чтобы восстановить силы к следующему дню. И последнее T – thinking – это проделывание ретроспективы. То есть каждый вечер то, что предлагают авторы, садиться и фактически просматривать свой день как фильм, выискивая в нем, что пошло хорошо, а что можно было сделать лучше. И вот это лучше запланировать на следующий день. И как пишут авторы, если вы каждый день будете выполнять вот эти все шесть пунктов, то ваш день будет максимально полезным и продуктивным. Вы сможете и поработать, продвинуться к цели и физически позаниматься, не забывать о том, что вы живете в своем теле, и телу тоже нужна нагрузка. Отдохнуть, расслабиться и подумать, что бы вы могли сделать, исправить, чтобы стать лучше. Не знаю, почему я до этого проходила мимо этой системы, в этот раз она мне безумно заинтересовала. Тем более, что я подметила, что в последнее время у меня есть определенные такие пробелы яма в ленинге. Я не успеваю заниматься программированием, и я решила применить эту систему. Возможно, она меня еще больше запушит, и я все-таки начну тот свой проект, связанный с iOS-разработкой, который уже покрылся пылью с января месяца. И это был второй пункт. А третий пункт — это скорее мысль, которая меня не отпускает. Вот я прочитала книгу еще на той неделе, но до сих пор никак не могу ее отпустить. Все рассматриваю с одной и с другой стороной постепенно, и не могу понять, как я к ней отношусь. Смотрите, последняя глава была посвящена состоянию и событиям. То, что пишут авторы. Внешний мир — это череда определенных событий. Внутренний мир — это изменение вашего состояния. И только сознательно отделив события от состояния, вы поймете настоящее устройство жизни. Что это значит? Ваш нынешний стиль жизни определяется не внешними событиями, не внешней атрибутикой, а вашим внутренним изменением состояния. И вы станете успешными только тогда, когда внутреннее состояние дойдет до необходимого уровня бытия, успешного уровня бытия. И мне вот очень зацепила эта мысль. Ведь как происходит по жизни? Мы все очень сильно, я не исключаю, цепляемся за внешнюю атрибутику. Квартиры, машины, одежда, телефоны, гаджеты, отпуска, деньги. Это же, это с одной стороны, да, признаки успешны, но они как бы внешние. И вот за всей этой внешней оболочкой мы забываем посмотреть внутри. А что из себя внутри представляет человек? Является он действительно успешным внутри себя? Достигает ли его внутренний уровень всех вот этих внешних аксессуаров и событий? И в этой череде мыслей мне вспомнился Стив Джобс, который вел достаточно аскетичный образ жизни и все время ходил в джинсках и водолазках, не применяя фактически ни один из возможных и доступных атрибутов успешности, но при этом внутри себя он был успешным. И, возможно, и вторая история, я тоже вспомнилась, это Генри Форд, который за свою жизнь несколько раз становился миллионером и банкротился. И я вот тут подумала, что, возможно, вот эта череда банкротств и опять прыжок вверх на миллионный уровень происходили только потому, что в первый раз он, когда стал миллионером, он не только внешне изменился, приобрелся в миллионное состояние, но он и внутренне довелся свой уровень жизни до уровня успешности, тем самым, когда внешние события изменились, он обанкротился. Это не изменило его внутреннее состояние. Пускай нелегко, пускай с усилиями, но он смог опять достигнуть прежнего внешнего уровня все то, потому что внутри себя он уже его достиг. И, возможно, вот пока я вам все это рассказывала, я пришла к мысли, что успех, возможно, не тогда, когда внешняя череда событий вас приведет к этому успеху, а тогда, когда вы внутренне к этому успеху подготовитесь. Когда вы будете готовы, измените себя внутри до уровня бытия, для соответствующего успеху, внешние события не заставят себя ждать и случится на самом деле внешний успех. Вот так вот. Вот и все на сегодня. Видео получилось довольно длинное, поскольку первый и третий пункт, они такие философские и мыслительные. Как я уже сказала, эти три новых инсайта подчеркнула, перечитывая в сотый раз эту книжку. Сейчас я эту книжку поставлю на полку и пойду внедрять свой биалертинг. Пишите в комментариях, читали вы эту книгу. Все-таки она довольно древняя и, скорее всего, вы ее прочитали. Что вам понравилось в этой книге? Применяли ли вы стратегию биалертинг? А также, что вы думаете про состояние и события, поскольку для меня это все еще такой открытый вопрос, над которым я постоянно думаю, и мне будет интересно узнать ваши мысли. А за сим с вами прощаюсь. Не забудьте сделать что-нибудь сегодня космически классное. Не скучайте. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok